Как становятся писателями? Нет же писательских факультетов в университетах. Да и далеко не все выпускники Литфаков впоследствии берутся за перо. Вы можете не знать, кто написал «Кавку на пляже» или «Норвежский лес» или «Охоту на овец», но вы однозначно не могли не слышать имени Харуки Мураками, который практически признан живым классиком. Харуки в 30 лет вообще еще не помышлял о писательстве. В 22 года он женился, и они с женой решили, что после окончания университета он не станет работать обыкновенным сарариманом. Участь служителя корпорации, которая была уготована всем выпускникам университетов, его не очень прельщало. Ему хотелось чего-то особенного, подвижного, яркого, чего-то своего. И они с женой решили, что будут копить деньги на джаз-бар. Они открыли джаз-бар спустя несколько лет. Харуки Мураками занимался организационными вопросами, приглашал музыкантов и общался с клиентами. А жена взяла на себя управление и финансы. Так они и жили. А по выходным Харуки Мураками с большим удовольствием ходил, смотрел матчи по бейсболу. Все это сопровождалось приятными ритуалами. Он брал какой-нибудь перекус в ближайшем баре, устраивался на открытой площадке на стадионе и наслаждался игрой, насколько позволяла ему его команда любимая, которая всегда проигрывала. Вот однажды в такой обычный выходной день во время бейсбольного матча после второй удачно отбитой подачи на него вдруг что-то снизошло. Словно спустилось с небес, и он принял это в свои руки. Именно так Харуки Мураками описывает ощущения того дня в своих мемуарах. Что это было, он объяснить не мог, да и по сей день не может. Однако, придя домой, в тот вечер он сел на кухне за стол и стал писать. В его голове четко сформировалось желание написать повесть. Через полгода он отправил единственный экземпляр рукописного текста своей повести, которую назвал «Слушай песни ветра» на конкурс начинающих авторов и благополучно забыл об этом своем опыте. Когда через некоторое время ему сообщили, что повесть вошла в шорт-лист победителей, это стало для него неожиданностью. И в этот момент он принял решение стать писателем. Сейчас произведения Харуки Мураками переведены более чем на 50 языков. Его имя знают во всем мире. А в случае с его вдохновением говорит нам, что писательский дар может найти вас в любое время и в любом месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова